Всем привет! Вы на канале Викук. Сегодня я приготовлю острую пасту, называется арабиата. С итальянского переводится как злая, то есть острая. Для этого вам понадобятся общедоступные ингредиенты. Петрушка, острый перец, чеснок и помидоры в собственном соку. В первую очередь возьмите несколько зубчиков чеснока, надавите, чтобы он треснул и почистите его. Я использую целый чеснок для того, чтобы он дал легкий вкус. По желанию можете его мелко нарезать. Потом возьмите перец. Количество зависит от того, насколько острую вы хотите пасту. Но если это злая паста, то делаем ее острую. Берем три небольших перца и режем на мелкие кольца. Оставляем семечки, так будет еще острее. Я использую сушеный перец. Вы можете взять тот, который есть в наличии. Еще вам нужен будет небольшой пучок петрушки. Порежьте ее мелко, используйте только листья, стебель может быть горьким. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые итальянские рецепты. Можете взять обычную томатную пасту, но мне больше нравятся томаты в собственном цеху. Возьмите 400 грамм и измельчите с помощью вилки. В сковородку налейте немного оливкового масла, примерно 30 грамм. Разогрейте сковородку, положите туда чеснок и нарезанный перец. Оставьте на медленном огне, чтобы они отдали свой аромат в масло. Затем добавляем томаты. Перемешайте и оставьте на медленном огне на 10-15 минут. Посолите по вашему вкусу и добавьте немного сахара, чтобы соблюдать кислотный баланс. Посолите воду там, где будете варить пасту. На 1 литр 10 грамм соли и засыпаем 200 грамм макарон. Этот рецепт рассчитан на 2 полноценные порции. Спустя 10-15 минут вот так должна выглядеть томатная паста. С нее идет вся влага и останутся густые томаты. Для этого соуса лучше использовать вот такой вид макарон. В Италии называется пенне, на русском языке перышки. Готовую пасту пересыпаем в сковородку и хорошо перемешиваем. В последнюю очередь перед подачей добавьте петрушку. Она придаст приятный аромат на фоне острого перца. Вот и готова наша злая паста. В конце не забудьте добавить немного тертого пармезана. Желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что посмотрели видео. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok